Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начнём проходить тоже необычный квест Альфа Полярис Так что присаживайтесь поудобнее Готовьте чайочек-кофеочек А мы посмотрим, что это за игрушка Присаживайтесь поудобнее Погнали! Посмотрим, что и как Надеюсь, игра будет интересной И мы за два прохождения Можете любые Всем приятного просмотра! Не забывайте про лайки, про лайпосты И рассказывать друзьям Все начинается прямо как фильм В принципе Едем-едем в Магадаб Ага Альфа Полярис Всем приятного просмотра! День Первый Ага Ага Эй, морской разбойник! Ты там? Ка? Можешь усыпить еще одного медведя Ага Ладно Только разбуди меня через час-другой Думаешь, он будет ждать, пока ты выспишься? Подъем, гордый викинг! А то я сам его застрелю Ты хочешь закончить свой научный проект Или что там у тебя, или нет? Ладно, ладно Подожди Я только снаряжение возьму Подожду И не задерживайся слишком долго с мисс Аляской И что я только тут делаю? Так Ммм Как-то и те предметов Так Пять градусов Я думал, ты не на кровати лукаши А На что-нибудь Редактор Ого Карта Расчеты Я сдаюсь Я не понимать Ничего В этой Система Она Ванна И что нам обратно, что идти тикать? И куда? Да Календарь Недвери Недвери Ванна Это что-то, Мария Ивановна Календарь Я календарь Переверну Так Доска Гараж Гостевая комната Там речка Новая Эл 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 Нова Ты там? Нет Атлета Гостиная на кухне Ну Ну Атлета О Блин Тулли снова видел снаружи медведя Не сейчас, Руны Полярис Ответьте Полярис Говорит Полярис Мы тебя слышим В одной из расселин Рядом со второй скважиной Я обнаружил нефть Нова Это открытое месторождение Нефть сочится прямо из земли Ну Это же Это же великолепно Это еще не все Я нашел кое-что неожиданное Но об этом я лучше при личной встрече расскажу Скоро буду Пока Можешь связаться с Туле Нужно немедленно сообщить им о находке А что там такого неожиданного? Передать им еще чего-нибудь? Просто скажи им, что акционеры будут счастливы А зеленые окончательно позеленеют со злости Ладно, ты сейчас где? Паре километров к северо-востоку от Поляриса Но раз уж мы заговорили про эко-фриков Этот викинг тебя все еще достает? Эх, да нет Нет Вовсе нет А какой? Вот что я тебе скажу Я самого выпускного не видел, чтобы кто-то втюрился сильнее Эл, он тут Заткни пасть Он там? Ого Ну тогда, пожалуй, все До скорого Конец связи Итак, он нашел нефть Но я совершенно не понимаю, о чем он говорил потом Похоже, он считает, что ты в меня немножко влюбился Влюбился? Нет, я... я только... Да ладно, у вас в Осло в самом деле все так делают? Ой, кажется, я не выключила микрофон И я хочу сердечно тебя за это поблагодарить Давно я так не смеялся Слушай, может быть, Руна приготовит тебе что-нибудь вкусненькое, скажем, завтра Я даже готов подкинуть Туле немного топлива и патронов Ну, чтобы отвечь Это я могу Хорошо А я тут право голоса имею? Ага Руна, ты умеешь готовить? Умничка Руна, я знаю, что она особенно любит, но это я потом тебе расскажу Ладно, конец связи Конец связи Итак, ты что-то еще хотел? Туле снова видел снаружи медведя Изучение белых медведей на станции бессердечного нефтяного концерна Мы, похоже, нашли крупнейшие месторождения за всю нашу карьеру А ты пытаешься спасти Арктику Это... Серьезный конфликт интересов, я знаю Мне нравятся ледолазы, не нравятся Арктика, поэтому я здесь У меня диплом был по яйцам поморников на Шпицбергене А для конторы мое присутствие здесь дешевый пиар-ход Я подыгрываю и пишу свою работу Но мне пора идти, медведь не будет ждать меня вечно Осторожнее Все свои познания о белых медведях Тули почерпнул из рекламы колы Из рекламы колы Может по приколу Да Так А как на бутерброда смотреть? Это здесь бутерброд? Так 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 И чё? Аня Заработала Так А чё нам дальше надо делать? Проходим в гараж А как обратно? Давай вернулся коридор гараж а гараж приколу по приколу дождя тут гаража ничего нет где-то здесь это здесь а ну-ка по приколу 0 л нова ты казанова какая-то тули или тут это она ваку на листу а стоп я снова оловак так а мы бадроны не взяли инструменты так подожди перчаточки веревочки херовочки но в лаборатории тоже ничего никого так что тут у нас еще есть шпаклевка вид план станции а вот скотч я что-то не заметил скотч что там у нас в инвентаре получается неудобно правда запись в и в 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 которая в как раз а не заряжен 抱 оно должно было быть не заряжение бы Обхохочешься! Я знаю, что эта штука не заряжена. А ну-ка, подожди, давайте сохранимся, паржем. По приколу. Эй, я знаю, что она не заряжена. Ах! Ильяк. Ильяк. А как комбинировать? Так, стоп, это стрела. Стоп, а где? А где эти какого? Патроны. Патроны. Патроны, патроны, патроны. Подожди. Патроны. А, вот и флаг. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. А может план получится смотреть? Ага. Только нихера я в этом плане не понимаю. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Так, а вот нет не получится, да? Так, ребятки, сейчас я подойду, 5 секунд, секунду, подойдите. Продолжение следует... Так, ребятки, мы вернулись, не переживаем, мы тут, 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 мы тут. Так, будем сейчас дальше продвигаться, еще этот хрен от нас хочет. Так, хрен, я не знаю, как заряжать эти, как его... Подождите-ка, электронный ошейник... На крышу... Где он? С той стороны станции. Он шел за мной, так что я решил удалиться. Тогда это, скорее всего, самец. Нам нужно быть осторожнее. А-а-а-а, подожди... Исследовательское оборудование... Ну, давайте попробуем... А-а-а-а... А-а-а... 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 Мишка... А-а-а... 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 Блин, тут иногда так мелко все показано... Неудавно... Неудавно... Неудавно капец. А-а-а... 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 Нам больше ничего? А что ты, собственно, делаешь посреди Гренландии? Мой отец работал на буровой платформе ЭП. Так что для меня это был наиболее логичный выбор профессии. И что ты собираешься делать потом? Если мы всё это переживём, сделаю себе на весь остаток дня выходной. Окей. Ага, он довольно здоровый. За две сотни кило переваливает. И ещё кое-что. Он — это она. А это так важно? Важнее, чем ты думаешь. Самца не наденешь, следящий ошейник. У них шея толще головы. А теперь мы прикольчик сделаем, ребят. Сейчас, подойдёмте. Так. Тебе сколько лет? Пять? Эта штука заряжена, идиот. Хе-хе-хе. И чё? Будет достижение? Хе-хе. Эта штука заряжена, идиот. Ох. Забавно. Так. Эта штука заряжена, идиот. Отличный выстрел. Стрела попала идеально, прямо над лопаткой. Подойдём поближе, когда подействует снотворное. Ты только посмотри на эту пасть. Она запросто разгрызёт тюленью голову, или вытащит из моря небольшую белуху. Изрядно пованивает. Да, вон необычная. Да, подожди, а... Скрин можно сделать? Ну да. Так, подожди-ка. А как сделать... Чего? Вот в чём причина этой вони. Нижнечелюстной клык правого квадранта сломан. Чего? Нижний правый клык. Он воспалён, воспаление распространяется. Посмотри на тёмные пятна на дёснах. Осторожно! Не бойся, я знаю, что делаю. Ну, а здесь один... Из-за темно, можно и делать? Или нет. Подожди-ка. это спутниковый передатчик да но он передает только данные триангуляции через несколько недель ошейник спадет и я его подберу так подожди а можно серьезно нельзя пока что м-да м-м-м Олексий метр Вот и всё. Из-за больного зуба она не может есть, поэтому она так истощена. Надо завтра позвонить в ветеринарную службу. А до завтра ты её что ли на поводок посадишь? Давай перетащим её в старый загон для ездовых собак. Так, стой здесь и сторожи её, а я подумаю, как нам это провернуть. А если она начнёт шевелиться? Тогда не подходи слишком близко, проснётся она довольно сердитой. Забавный генератор, дверь... Так, подожди, а дверь гаража что ли, или что? Западная часть, а не западная часть. А, вот он. Ключи у Тули. Так. Ну давайте. Где он там? Ты уже придумал, как сдвинуть её с места? Она же в любой момент может проснуться. Подожди, серьёзно? Ничего не получится. А ещё идеи есть? А-а-а... Подожди. Серьёзно? Стоп. Ничего не получится. А ещё идеи есть? Подожди. Подожди немного, я скоро вернусь. Ты уже придумал, как... Может так? Перевезём её с помощью снегохода. Может получиться. Так. Задней части снегохода. Ну давай. Ммм... Ммм... Подожди, а как надо привелить? Да, поставить клетку. Ммм... 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 Так. Вдерево. Ммм... Так. И... Вейлер Петролиум медведи полюбят. Мы им ничего о ней не расскажем. Мы должны сделать всё, чтобы помочь ей. Отойду-ка я отлить. Иди. Так. Да, в лабораторию. Вот и лаборатория. Иди. 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 Контейнер Сюда И Воду Сюда Так Вложим Косточки 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 Так Ну погнали что Так Подожди А давайте сейчас попробуем осмотреть А А И Не, не, не Ну ладно Я думаю красивый вид покажут Ну 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 Блин Забыли Циркулярные Блин Забыли Забыли циркулярные Эти Снегиочистители А Гараж А Гараж Ну Ну Гараж Ну Так Ну Погнали что Сделаем Ну Погнали что Угу Стоп Склеил Ну Музык Стоп Склеил Ну Ну можно склеить Угу Склеил Теперь можно ТЕКС! Погнали! ТЕК! А, с девкой поговорить можно. Погнали! ТЕКС! ТЕКС! Нет. Нам Нова нужно. Нова, с тобой всё в порядке? Руна? Нет, не совсем. Знаешь, если тебе нужна помощь, то у меня есть пара отличных бритв. Ты настоящий друг, но мне просто нужно немного успокоиться. Ага. Ну, ладно. Спокойной ночи. Хм. Так, окей. Какое-то достижение мы получили. ТЕКС! ТЕКС! Прости, медведица. Но, мы это сделаем. Это для твоего же блага. Следующий укол будет завтра. Угу. ТЕКС! Угу. А дальше? А, вернулся к себе в спальню. Нет, ну такой вид тоже, в принципе, прикольный, почему не сделать, по факту. Так. А ты что думаешь об этой находке? Когда ты наконец разведёшь эту принцессу инуитов? Только не говори мне, что ты и сам не пытался. Я? Ни за что! Она холодное и мрачное создание, настоящая ледяная принцесса. Прежде чем попасть сюда, она работала в Туле. Ты же в курсе? Говорят, её перевели, чтобы уберечь от толпы похотливых корпоративных неудачников. Вроде того, Эйлер, из-за которого она так разнервничалась. Говорят также, что она наслаждалась поднявшимся переполохом. Так что возьми номерок и встань в конец очереди. Ладно, хватит. Мне нужно дальше работать. Но если тебе вдруг потребуется совет об инуитских женщинах, то как раз сейчас ты говоришь с эскимосским чемпионом. Ага, ясно. Я что сказать-то хочу? Она живьём тебя сожрёт. Для неё это не впервой. Ясненько, понятненько. Что для неё это не впервой. Комнату Элла. Бей Арктик. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Как явления, происходящие в ионосфере, могут иметь такие серьезные последствия? Ты же в Норвегии наверняка часто видел северное сияние, Руна. Что тебе о нем известно? Только самые базовые вещи. Оно возникает, когда магнитосфера Земли улавливает солнечный ветер. Это все наука. А вот племя Кри называет полярное сияние танцем духов. Смотришь на него отсюда, вокруг нет ничего, а оно постоянно меняется, словно завеса или маска. Маска, которая приподнимается и позволяет кинуть короткий взгляд на давно забытую и потерянную истину. Может быть, это визуальное послание, связь с которым мы, люди, уже давно утратили? Я помню, как еще ребенком смотрел на небо, и у меня были схожие мысли. Северное сияние – это словно какое-то представление специально для нас. В Норвегии есть много легенд. Саамы верят, что небесные огни могут спускаться с неба, чтобы вредить людям. Я рад, что ты меня понимаешь, Руна. С возрастом я начал замечать, что у Арктики есть и некая духовная сторона. Но это еще не все. У меня тоже был кошмар. Во сне я жутко... У Тули было ощущение... Думаешь, тут есть какая-то связь? Не знаю... Не хочу, чтобы мои слова звучали. Хотя, возможно, во всем этом и есть не... Духовная послание... Возможно... Но теперь... Ах, да, и вот еще что. Вряд ли мы сможем завтра достучаться до кого-то по рации. Бывало, что рация отказывала и при куда менее сильных ионных бурях. Тогда я сам разберусь с Медведицей. Человек, дело. Нужно, пожалуй, и мачту вырубить, чтобы ничего не сгорело. Но не волнуйся, я сам все сделаю. Интересно, что же будет? Так. Волочит. Воладно. День второй. Эй, Кнутсон, а ну посмотри. Кто там? Только не начинай опять говорить на своём шведском. Я тут нашёл кое-что зловещее. Швед не отказался бы выспаться. Ты просто обязан на это посмотреть. Чёрт. Ладно, пора вставать. Ладно, ты победил. Ну и выходи тогда, наконец. И ещё нам нужно поговорить о вчерашней ночи. День раций. Так. Сохранение игры. Нова, ты там? Нет ответа. Эл! Это гостиная кухня. Ладно, пошлите в лабораторию. Лабора... Палатка Тули. Опа. Ту-па. Ту-па. Доброе утро. Доброе утро. Ну как, продвигается работа? Неа. Ну, если тебя это утешит, то наш небольшой побочный проект, ну, с этой нефтью, выглядит очень многообещающе. Проверяем. Погнали, чё. Вижу, ты исследуешь эти кости. Скажи, когда найдёшь что-нибудь интересное. Ну, мы как-то проверяем. Так. Такс. Молоденький порез. Ого. Феникс. Ладно, я-ка сейчас проверю. Так. Ну, гараж нам не нужен. А, я тут нету. А, где-то на нового. А, на кухне, ну, погоди-ка, стоп. Если она на кухне, мы можем в её колоту сойти по рукам? Неинтересно. Нова, ты там? Я не там. Стоп. Ладно. Она, наверное, на кухне, да? Да, на кухне. Всё в порядке? Да, но я не выспалась. Не только ты. Меня рация разбудила. Ты хотя бы спал. А я уже часа четыре работаю над этими пробами. Я могу чем-то помочь? Может быть, обрывать у жуков наиболее волосатые лапки? Спасибо, но эти жуки микроскопически малы. Как дела у медведицы? Не знаю. Я у неё ещё не был. А. Я нашёл на костях, которые обнаружил Эл, странные следы. На них полно отметин от ножей, а одна сломана, так что виден костный мозг. Обычно так делают, чтобы добраться до сочного содержимого. А это означает, что древние эскимосы практиковали каннибализм? Нет, в это я не верю. Почему? В экстремальных условиях люди часто к нему приходят. Поверь мне, я просто знаю. На каннибализм у инуитов наложено сильнейшее культурное табу. Они просто не будут есть мясо себе подобных. Есть также упоминания о куда более древних культурах, чем инуиты в Гренландии. Вырожденные охотничьи культы. Воинственные и со строгой организацией, что совсем не похоже на нас. Похоже, они вполне могли проводить жестокие ритуалы. Но, как уже говорилось, инуитами они не были. В легендах говорится, что старые инуитские племена прогнали их в море. У меня есть несколько статей по этой теме. Я принесу тебе. А ещё у меня есть статья о мифологических аспектах. Сегодня вечером попробую её найти. У меня с самого начала было ощущение, что ты очень гордишься своими корнями. Наверняка это у тебя от матери. Не-а. Она, наоборот, всегда говорила, что я должна забыть своё прошлое и стать дальнобойщицей. Если бы ты работала в лесозаготовительной промышленности, это было бы просто разбазариванием твоего таланта. Прежде чем так говорить, ты бы посмотрел, как я на фуре по горам Врангеля рассекаю. Это не для слабонервных. В любом случае, я научилась гордиться своим происхождением, когда переехала на Аляску и поступила в универ. Да. Вы правда считаете, что нашли большой источник нефти? Да, но Эл считает, что нам нужно всё как следует проверить, прежде чем трубить на весь мир о нашей находке. Так. Эл говорил, что ты, возможно, сможешь что-нибудь рассказать о шкуре и костях, которые он нашёл. В смысле, потому что я инуитка? Нет. Люди часто почему-то считают, что у инуитов есть некая единая культура, но это не так. На самом деле, среди них есть множество различных культур и групп. Я из канадских инупиатов. В Гренландии живут калаолиты, а диалект, на котором говорят тут на севере, называется инуктун. Он похож на канадский инуктитут, на котором говорила со мной моя мама. Но я прослушала пару курсов по эскимосской палеокультуре, так что, возможно, я смогу сказать что-то стоящее. Вау, интересно. Ты, похоже, плохо спала. Не самая приятная ночь? Да нет, это скорее личная. У тебя не было кошмаров? Неа. Тули вчера приснился кошмар. Он явно немного не в себе. Я знаю. Сегодня он впервые за несколько месяцев не рассказал ни одного сексистского анекдота. Кажется, тебя не очень радует визит младшего Эйлера. Да нам просто совершенно не нужен тут никто из руководства. Особенно, если он настолько самоуверен и высокомерен. Ладно. Наше свидание сегодня вечером не отменяется? Нет. Но мне сначала нужно немного успокоиться. Так, ну вот, стоп, подожди. А статью мы забрали? В смысле, нет. А куда она статью положила? Вопрос. Аааа, вот. Нифига себе. Ого. Эски-муссо. Серьезно, Виндика, он ел руки и ноги. Может, это Виндика всех сажрал? Ого. Ого. А как... Чё... О, хера себе. Останки. Другой игре, веку, колонны. Хорошая охота, хорошая. Ого. Другой игре, веку, эске-муссо. Чё? Нет. Хера себе. Вроде всё. Приходить статьи тут, конечно. Усыпление на дверице. Контрольный лист. Контрольный лист. Так, теперь нам надо обратно топать в лабораторию. Ага. Так. А как определить, где первый, где этот? Нижний. Далее, то, что ты их не можешь... Третий символ. Подожди, а где первый символ? Первый символ в рамке. А где второй символ в минус? И... Размытые символы. Понятно, что ты их не можешь разобрать. Стоп. Да бляааа. Бужаик, ну ты шо? Подожди. Как применить? Запад. Да, вообще не то. Бальто. Это тут. Стоп. Ааа. Стоп. Первый символ. Второй символ. Третий символ, да? Так. Солнце. Ааа. Что означает? Запад? Схуяля, ты как не думаешь. Восток. О'кей. Окей. Так. Остров. Остров не... Зене... Эээ... В океане есть. Ты чё, боишься? Чё, боишься? Прямо как в мисах. И... Подожди, а... Ну, вроде мы поговорили. Ну, чё, теперь надо... С Тедом поговорить, а Тед это кто? Да. Ну, погнали. И где там Тед? Ааа. Опа. Её нет. А вот кусок её мяса. То есть она хотела выбраться и сломала клетку? Это единственное объяснение. Запирать её в клетку было дурацкой идеей. Ты же пишешь работу об изменении климата и всём таком подобном, да? Причина в этом. Да. В каком-то смысле, да. Тяжёлые времена настали для белых медведей. Скоро наверняка станет ещё хуже. В принципе, мы же тоже всего лишь животные, разве нет? Может быть, из-за этой бури всё, что есть в мозгах, просто переворачивается? Хм. Да. Я знаю, к чему ты ведёшь, но я сомневаюсь, что есть какая-то связь между геомагнитными бурями и кошмарами. Ты хочешь сказать, что это был такой совершенно обычный и привычный кошмар, который может присниться в любую ночь? Если б ты видел эту сумасшедшую чушь! Нет-нет-нет, я не говорю, что он не был очень страшным. Но чтобы связывать это с какими-то явлениями в ионосфере, это уж слишком. Я проверил магнитометр. Самое худшее ещё впереди. Буря только усиливается. Наверное, придётся пристрелить медведицу. Я возьму снегоход? Само собой. Ключи в зажигании. Мне всё равно нужно ещё успокоиться. Ясненько. Так. А что ты, собственно, делаешь посреди Гренландии? Мой отец работал на буровой платформе ЭП. Так что для меня это был наиболее логичный выбор профессии. Понятно. Чем потом собираешься заняться? Чёрт, не знаю пока. Нужно как-то очистить голову. Ясненько. Такс. Мы теперь с дробовичком. Комната румы. 12 градусов. Ага, устройство. А, ЭНО надо забрать. Ну окей. Погнали. ДИЭКС. С какой там стороны надо встать? С правой стороны гаража А. Отворот гаража А, типа сюда, что ли? Так, я надеюсь, хватит. Так, он в интере комбинирует. Эээ, как комбинирует? Подождите. Так, комбинирует. Номер ошейника и пеллинг. Как раз сохранимся. Сохранение. Работа. Бир. Так, блокнот открываем. Вам где будет? Работа по медведям. Так. Девятнадцать и четыре. АОЛ. Три-три-девять номера ошейника, что ли? Номер ошейника, три-три-девять номер ошейника. Пишет три-три-девять. Так, подожди. Три-три-девять. Игла шесть-четыре. Откуда? Откуда данная Игла шесть-четыре? Ну, как их узнать? С компасом мы в инфаре Один компас Девяносто три Подожди, девяносто три, подожди, а с какой стороны надо? Двести... Двести шестьдесят четыре нам нужно Эээ, стоп Топ Девяносто Верни Стоп А теперь Восемьдесят три Девяносто Двести пятьдесят восемь Двести кое Девяносто один, даем л есть из 2 эти действия 78 и 39 и 3 9 и 278 8 и дальше чё расчет 1 пройти 15 вниз экрана сюда себе 1 2 3 4 5 6 7 7 Смотри, ты ошибся, бляха-муха. 288? Блядь. 102, блядь. 349, блядь. 162. Как это работает, мать его, так? 180. 360. 109. 276. Блядь. 303, блядь. Атака. 273. Ой, блядь, а вас рация. 273. Пройти в направлении пеленга. 15 шагов. Блядь. Субтитры делал DimaTorzok 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 Если, блядь, ошибка. А какой, по-твоему, должен, блядь, быть этот? Гонишь, что ли? Пиздец, блядь, просто 15 шагов, блядь. Семь, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, нахуй. Да куда ты лезешь? Да в смысле ошибся ты, блядь? Схуя ли ты ошибся? Алла-339, блядь. А как я ему Алла-339 веду? Че, ёбнули, что ли, совсем? Алла-339, блядь. Я ошибся, блядь, я ошибся, нахуй. Да ёбнули, мать. Как это проходить, блядь? Блядь. Пиздец, конечно. Куда, блядь, я 15 шагов, блядь, сделаю, по-вашему? А, блядь? 15, блядь, шагов. Пиздец, блядь. Её, блядь, вставлять. Как я, блядь, 264 часа читаю? Скажите мне, блядь, пожалуйста. Так? Почти, блядь. Блядь, почти. Да вы че, блядь, гоните? Че, блядь? Отклонился и уже, блядь, это? По пиздец пошел? Да ёб твою мать. Ну как это проходить, ёбаный насос? Ебать. Пизданутся просто. Ты че, релик застрял на этой хуете? Блядь. Я либо неправильно что-то рассчитываю, блядь, я не понимаю. Че за херня? Как это проходить? С этим пеленгом ягучим, блядь. Мой пеленг, блядь. Давай 251 ведем. В чем проблема, блядь? 251, блядь. В чем проблема? Че, блядь, до сих пор будет, блядь, статус это? 239, блядь, найди мне нахуй. Придурок, нахуй. Он все равно пишет, блядь, расчет 15 шагов в направлении пеленга, блядь. Но этого не может быть, как я для 13-15 шагов от этого отработаю, блядь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Эти. Да иди ты нахуй. 10, 11, 12, 13, 14. Та, блядь, пятнадцать. Да какого хрена мне инвентарь мешает? Та, блядь. Да ну как это работает, ёб твою мать. Цель на 199 градуса, блядь. И че? В это пиздец просто купуется, отвечаю. Не ошибиться в этом, блядь. В координатах. Как не ошибиться? Когда нихера ничего не получается. Аясните, блядь, пожалуйста. Ууууу, хоть смотреть прохождение, как это хуйта работает, блядь. Ну такое, если библи, ну это капец просто. Вот я не люблю, когда слишком заморачиваются по доброй херне. Это... это пипец товарищи реально просто пипец ладно я не знаю буду искать смотреть видео прохождение это реально сложно пройти я я не знаю может быть другом конечно прохождение было бы проще но это было бы в другой раз на игра мне понравилось но это голова у вас или но это полная херня это принципе сюжет интересный атмосферный вроде бы интригующий клёвый по крайней мере по первым впечатлениям первого нахождения вот на всем спасибо за внимание мы увидимся во втором прохождении данной игры надеюсь у нас будет продвижение отсюда именно отсюда вот на всем спасибо за внимание не забывайте про лайки про репост и не забывайте рассказывать игра господи про игру рассказывать вот мы проходим интересные прикольные игры рассказываем вам показываем что вы могли пропустить что вы могли не знать приятно проводим время ржом угораемся не всегда но иногда вот а всем спасибо за внимание всем до скорого с вами был казаку family всем теплых вечеров всем пока пока заубтитры сделал DimaTorzok и